Мы с вами в Финляндии. Это спокойная европейская страна с высоким уровнем жизни и с очень хорошей социальной политикой. И с очень опасным соседом на Востоке. Протяженность сухопутной границы Финляндии и России это около 1300 километров. И между странами сложная, мягко говоря, история. И здесь было и включение Финляндии в состав Российской империи. Потом привнесенная из России гражданская война. А, наконец, зимняя война 1939 года. В Финляндии все время приходилось вести сложную и очень осторожную политику Советским Союзом. Новой войны с безумным соседом никто не хотел. Финны были очень осторожны в своих высказываниях во время войны Грузии в 2008 году. Финны, по крайней мере, не очень открыты, так уж ясно и четко выражали свою позицию. Когда началась война в Украине в 2014 году, когда Кремль аннексировал Крым, когда началась война на Донбассе, впрочем, Европа, плотно сидящая на газовой нефтяной игле Кремля, тоже не очень сильно тогда высказывалась. Февраль 2022 года изменил все. Полномасштабное вторжение России в Украину, это уже невозможно было замалчивать. Невозможно было найти какую-то среднюю точку, чтобы, ну, либо не за тех и не за тех, я как бы так, ну, не в политике. Потому что это война, это настоящая полномасштабная война. Настоящая и похожая с той, которая происходила в Европе в 40-х годах прошлого века. Тут уж надо выбирать, с кем ты. Финляндия, страна, которая, повторюсь, имеет очень сложную историю взаимоотношений с восточным соседом, с Россией, с первых дней стала на сторону Украины. Многие, кстати, в то время предпочитали подождать и посмотреть, взять тайм-аут и чем закончится. То есть, стоит ли туда двигаться или туда двигаться. Чего греха таить, не все торопились принимать чью-то сторону. Петр Шрёдрос, бывший полицейский из финского города Оулу. При этом он оперный певец, о котором Украинформ сообщал уже, ну, не один раз. Петр Шрёдрос был одним из тех, кто в первые же дни выбрал правильную сторону. Он отменил все проекты, связанные с Россией, и стал проводить концерты в поддержку Украины. В годовщине этой войны команда Петруса выпустила клип, в котором финский тенор поет на украинском языке песню «Черные брови, карие очи». За эти дни видео набрало почти 800 тысяч просмотров. Главные герои этого видео – это лица и глаза украинцев. стоящих на фоне разрушения. Ирпень, Буча, Украинформ выяснял, как готовилось, как создавалось это видео к годовщине этой ужасной войны. «Черные брови, карие очи, темни как ничко, ясни как день. Мои очи, очи, очи и очи, темни начались звонить людей». Восемь утра 24 февраля, когда совершенно не характерно для себя Петрус позвонил мне, по-моему, в 7 утра, с вопросом, как мы будем им помогать. Дальше. Я русская с украинскими, польскими, французскими корнями, он финн. Вопрос, кому мы собирались уже помогать в 8 утра 24 февраля. Ни у него, ни у меня вопроса не стояло. Конечно, тем, кто страдает от этой войны, конечно, украинцам. И это было все наше «почему, и когда, и как», которым мы заботились прямо-таки сразу с первого момента. Потому что у нас абсолютно не было вопроса, на чьей стороне мы стоим. Вопрос был только, как лучше всего мы можем помочь. Да, он стал очень популярен в России, у него очень много российских поклонников. И в начале 22-го года мы как раз собирались начинать турне в России. Но как только произошли все эти события, мы, естественно, отменили эти концерты. И мы придумали два направления работы. Одно – это как можно больше рассказывать русским поклонникам Петруса о текущей ситуации, о том, что происходит, о том, как все на самом деле, то есть каким-то образом работать против пропаганды. Конечно, капля в море. Конечно, может быть, 100 тысяч человек, мы надеемся, поменяли свою позицию от того, что Петруса рассказывала, от того, какую позицию он занимает. Но что-то надо делать, мы делаем. Другое направление – это то, что у Петруса очень много концертов здесь, в Финляндии. Поэтому у него уникальное положение, чтобы каким-то образом доносить информацию для дофинов, показывать людям, что представляет из себя украинскую культуру, украинский народ, через какие ужасные события украинцы проходят сейчас, и как мы здесь, в Финляндии, можем как-то и помочь. К сожалению, в нашем быстром меняющемся мире новости просто мгновенно переключаются на что-то другое. Вот только что все были безумно озабочены войной и положением там, а неожиданно собачка Женни Деппа или что там написал Придзгарри в своей книжке. И если спросить каждого человека, да, конечно, они помнят о войне, да, конечно, они помнят о том, что люди страдают, но вот все иминутные дела, собственные проблемы, то, что там сваливается на тебя в новостях, как-то отвлекают от этого. Поэтому нужно обязательно продолжать рассказывать людям, показывать им то, что происходит, показывать им, как они могут помочь. Абсолютно в каждом выступлении Петруса звучат какие-то украинские песни. Мы всегда стараемся напомнить людям, что здесь в аудитории есть беженцы, которые пережили много всяких ужасов, и мы сейчас хотим их как-то поддержать. Вот многим уже известно, ваша поддержка, ваша, ну скажем так, команда Петруса и Петруса, поддержка украинцев, как к этому относятся неукраинские ваши друзья, ваши коллеги, ваши знакомые из России, из других стран? То есть нет какого-то такого осуждения, зачем вам это нужно, ну все же было нормально, зачем вы в это ввязываетесь, это политика. Есть ли какое-то воздействие на вас такое, зачем, может быть, даже негатив какой-то из-за этого? Ну, мне вообще, конечно, безумно в жизни повезло. У меня очень большой круг знакомых, которые разделяют мою позицию, мою позицию, поэтому так, чтобы совсем негатива нет. Из серии «Зачем?» или «Посиди тихо», или «Посмотри». У Петруса, кстати, тоже самое было. Очень часто люди ему говорят, что «Посиди тихонечко, не высовывайся, еще неизвестно, кто победит, еще неизвестно, как все будет». Ну, так же нельзя. Так вот и проигрывается, все, когда все решают тихонечко посидеть и переждать, и потом посмотреть, что будет. Поэтому в какой-то момент просто понимаешь, что нет выбора, и нужно выступать с той позицией, которую занимаешься. Ваша команда выпустила клип «Черные брови, кори, очи», и в клипе лица людей и зыб, и неизвучие. Там все, там слезы, взгляды, там дети. Я знаю, что за первые только сутки это видео посмотрели десятки тысяч людей. В нашей переписке недавно вы сказали, что вы это сделали, для того чтобы цитирую. Мы сделали видео, которым хотим дать европейцам шанс посмотреть в глаза реальным людям из Бучи и окрестностей, увидеть в их глазах все переживаемое и подумать, как еще можно этим людям помочь. Случайно ли совпал выход этого клипа с этой годовщиной? И какая реакция на клип в основном, вот сейчас, за эти несколько дней, пока он обнародован, что люди говорят? Что европейцы говорят, когда эти лица видят? Что украинцы, русские, что говорят? Какая реакция в основном идет? Ну, во-первых, да, не случайно. Мы готовили этот клип именно к годовщине. У нас есть этот материал, и нужно как можно скорее показывать людям вот эти вот глаза живых, настоящих людей, которые пережили вот все эти ужасы войны, которые стоят сейчас на развалинах своих домов. И здесь европейцы должны видеть, эти лица должны видеть, что люди, которым очень хочется слушать вот эту красивую песню про любовь, которую на заднем плане поет Петрус, и жить нормальной жизнью, любить, растить детей и так далее, а вместо этого они там по камням собирают то, что осталось от их прежней жизни. То, что я говорила, что нельзя давать людям забывать или переключаться на какие-то другие новости и на что-то более тривиальное, когда такое происходит. Удивительно много, ну и может быть уже неудивительно, комментариев от людей, которые начинают просыпаться и понимать, что же действительно происходит. И которые пишут вот у нас на страничке на Ютьюбе о том, что они не поддерживают эту войну, что они просто не знают, что делать, а в общем-то уже находятся на правильной стороне истории. Это очень важно. И чем больше таких людей, тем больше шансов закончить весь этот кошмар. Это живые, настоящие люди на развалинах своих домов. Мы связались с финскими корреспондентами, которые сейчас работают на Украине и попросили сделать дополнительные видео для нас. Инна Ремемпа, режиссер и видеопродюсер, с которым мы делаем все фильмы, просто описала, какие видео им нужны. И операторы там ходили, останавливали людей, с какими-то людьми за разными договаривались, каких-то людей просто останавливали и спрашивали хотите поучаствовать в таком проекте и записывали большевую реакцию людей, их выражение лица в глазах. Вот какая сейчас самая вспоминающаяся реакция у вас именно финнов или европейцев, ни русских, ни украинцев на это видео после просмотра? Что они говорят? Слезы от очень многих людей, то есть всего за два дня, к тому, что это видео было доступно в сети, люди обращались ко мне, они рассказывали, что я плачу, не могу остановиться. Именно, что когда что-то происходит абстрактное, далеко, да, теоретически все против войны, теоретически все за хороших, все против плохих, но когда видишь живых людей, живые глаза, это совсем другой эффект. И да, люди начинают плакать, люди начинают что-то понимать, думать, что делать. В настоящее время Петр Шрёдоровс продолжает давать концерты в Финляндии в поддержку Украины. На этих концертах он поет и сейчас, в настоящее время, разучивает новые песни на украинском языке. «Апо украиналэ». Это по-фински означает «помощь Украины». Это надпись на афишах Петриса Шрёдоровса. Мы все сейчас делаем все, что можем. Кто с автоматом, кто с микрофоном, кто с камерой в руках. Напоминает постоянно всем везде, особенно в других странах, о том, что сейчас происходит в Украине. Идет война, каждый день гибнут люди. Украина выстояла и выстоит. Какой ценой это дается? Можно посмотреть в глаза тем людям, которые были сняты в этом клипе Петриса Шрёдоровса. Дмитрий Флорин, Кристина Тюни, Финляндия, Хельсинки. Специально для Украинформ.